Новые короткие программы, просто очень хорошая, красивая программа. Расскажите, как и почему вы решили поменять эту программу? Мы уже успели выступить на одних соревнованиях с предыдущей программой. После соревнований получили отзывы, читали комментарии. Мнения разделились. И пришли к выводу, что хотим поменять программу. Не совсем всю программу, а именно музыку, музыкальная составляющая. Естественно, нужна концепция была объяснить программой, что это образ пигмалиона и галатеи, то есть ивление статуи. В начале программы она абсолютно неподвижна первые 5-6 секунд. Потом она оживает, идет история любви по ходу всей программы. И в конце она все же опять принимает свой каменный вид, и она становится садом. И для меня, скажем так, для пигмалиона это некий сон. А было ли это или нет? То есть такая вот концепция программы. Да, просто слово пускается, мне кажется. А кто придумал вот эту программу и музыку? Я предлагал, предлагал. Я не умаживаю. Я не умаживаю. Я думаю, что у нас получилось стать членами группы Твери Георгиевны. Огромная благодарность за то, что дали шанс, дали возможность с ними работать, что они нас тренируют, что у нас есть лед постоянный. Как сказать, обряди свой дом. И для нас это очень много значит. И мы очень довольны так, как у нас сложилась такая большая томата, сплоченная. И отходы на результат. Владимир, я так понимаю, не успели новый костюм сделать. Старый у вас костюм в тяму, да? Да, да. Так как мы две недели назад выступали еще с другой программой, женский костюм у нас партнер шли очень быстро. Рука набита. У нее набита. Мой элемент? Да. А мужской. 2х2 метра ткани надо покрыть. Сложнее немного. Все подгонишь, да, на мой размер. Поэтому не успеваем немного по прокату. Но костюмы, естественно, будут отличным опытом. По поводу студии до Первого канала. Насколько странно отвечать на вопрос тренера в таком формате? Ну... Очень необычно. Мы уже привыкли отчасти. И в любом случае мы не успели после проката еще пообщаться. Можно задать и в студии эти же вопросы. Кстати, а какая роль опшинала в новом процессе? Спасибо, Владимир, Владимир, Владимир и Максим Гребенович. Он, как и прежде всего, все время с нами отвечает за парные. У нас Максим, Павел и Алексей Гребенович. Получаются парные элементы касательно поддержки, подкрутка, выбросы, чтобы все было четвертого уровня. А вот это основала их работа. Ну и плюс, по плану главного тренера, то есть они работают даже как появилось задание. А сперва как-нибудь в команду добавился из новых тренеров Павел, потом Алексей, да и вообще вот эта команда как-то раздрослась. От кого, в общем, исходит инициатива добавлять в новых специалистов? Это перегеоргиевность. Но история с Павлом такая, что у нас был месячный сбор в Новогорске. То есть ежегодно происходит группа перегеоргиевность. И она хотела, чтобы мы именно с Павлом поработали, чтобы он настроил выбросы, настроил какие-то элементы. И вот вместе с Максимом и Башей мы работали все лето, он очень нам сильно помог. Для нас был первый опыт, то есть очень полезный для нас тоже сбор был. Вот, а по поводу Алексея Тихонов, он все равно тренирует фрустально, там какие-то для детей, вот. И почему нет, и по совместительству еще и с нами, скажем так, привязали. Нет такого, что как бы один говорит одно, а другой – другое, получается ли какие-то мешаники из фактов? Как это все происходило? Нет, знаете, в этой команде нет каких-то противоречий, то есть, скажем так, в начале нашего сотрудничества, Тригорода сразу сказал, что мы работаем командой, каждый приносит лучшее то, что он может, и никто на себя одеяло не перетягивает. Поэтому есть такая интересная у нее политика, и она очень хорошо способствует подготовке. Такой вопрос, еще верну. С Максимом, когда разговаривали, как раз всегда, он произнес такую фразу, что у тебя тут очень важный сезон, мы не экономим не начнем. Понятное дело, что речь был про Олимпийский сезон, но тем не менее, многие болельщики успокоят. А не значит ли это правда, что этот сезон будет для вас последним сезоном? А если мы победим, мы с вами рядом, скажем так, спорта оставим. У вас есть какие-то мысли еще? Вы знаете, во-первых, нам закончить все этот сезон. В дальнейших планах будем отталкиваться до кончания этого сезона. Не будем бежать, скажем так, впереди паровозов. Поэтому есть задачи, есть задачи на этот сезон, очень серьезные, очень важные, которые надо готовиться, надо хорошо работать. А что будет потом, мы увидим потом. Спасибо большое! Спасибо! Удачи! Удачи!